И снова здравствуйте. Сегодня у нас интереснейшая тема – технические индикаторы. На самом деле технических индикаторов существует сотни, но сегодня мы поговорим о тех, которые чаще всего используются трейдерами. Практически все трейдеры используют индикаторы, и на технических индикаторах разрабатываются целые торговые системы, торговые стратегии. Итак, самые основные технические индикаторы. Поехали. Знаете, когда я смотрю на эту картинку, на этот перегруженный график, где цена еле-еле просматривается, осцилляторы наложенные, индикаторы, я никого не хочу обидеть, но я понимаю, что у этого человека 7 пятей во лбу. Реально. Ну или крутой компьютер с оперативкой в пару терабайт. Ну ладно, о картинке позже. Давайте, кто такой индикатор и с чем его едят. Немного истории. Мне кажется, любой начинающий трейдер, да и не начинающий тоже, просто обязан это знать. В конце 19 века жил вот такой вот товарищ Чарльз Доу, основоположник технического анализа трейдинга. Технический анализ в трейдинге – это основа. Основ – это фундамент любой торговой стратегии. Так вот, этот товарищ говорил, что цена учитывает все, в том числе и ожидание будущих событий. А мы торгуем с вами будущее, вероятности. Соответственно, для прогнозирования поведения котировок достаточно найти подходящий математический алгоритм обработки вот этих ценовых данных. Так вот, индикатор технического анализа как раз и строится на таких вот алгоритмах. В нашей среде, среде трейдеров, сложилась классификация индикаторов по их функционалу. Есть трендовые индикаторы, осцилляторы и есть индикаторы объемов. Индикаторы объемов есть вертикальные, есть горизонтальные и в трендовых индикаторах тоже есть разные. Но мы с вами разберем сегодня основные, которыми чаще всего пользуются трейдеры. Итак, лучшие трендовые индикаторы. Скользящие средние. Это индикатор Moving Average или MA. Этот индикатор показывает усредненное значение цены за заданный период. Следующий индикатор. Полосы Боллинжера. Фактически является каналом волатильности, который построен на простой скользящей средней, ну на оси канала. Этот Боллинжер позволяет не только определить направление тренда, но и оценить вероятность его смены по ширине канала. А ширина канала здесь это измерение волатильности. Еще один трендовый популярный индикатор. Это ADX. Его алгоритм основан на расчете разности между усредненным потенциалом бычьего движения и медвежьего движения за заданный период. При обладании любого из них определяет нисходящий или восходящий тренд. Поехали дальше. Лучшие осцилляторы. Первый. МАКТ. Этот индикатор рассчитывает расстояние или разность между двумя ЕМА. Таким образом, пересечение скользящих средних считается моментом смены тенденции. Как сильный сигнал разворота, он трактуется в моменте расхождения или схождения основной линии с ценовым графиком. Следующий. RCI. RCI это индекс относительно силы. Что он показывает? При нахождении вот этой линии вблизи диапазона, здесь он показывает, что рынок перепродан. Вот у верхнего диапазона он показывает, что рынок перекуплен. И в таких ситуациях трейдеры рассматривают как момент для открытия своей позиции. На продажу или на покупку. Следующий осциллятор. Наверное, многим известный стахастик. Этот индикатор позволяет оценить процентом выражение рост или снижение цены актива за заданный период. Близость к границам 100% при росте в ноль говорит о развитии тенденции. Как и в RCI, здесь точно так же используется понятие зон перекупленности и зон перепроданности. Но и самый часто используемый трейдерами индикатор, это индикатор объемов. Есть горизонтальные объемы, есть вертикальные объемы. В биржевом терминале вот этот индикатор объемов позволяет наглядно отразить распределение объемов ордеров по ценовым уровням. Чаще всего пользуются горизонтальными объемами. Я также пользуюсь горизонтальными объемами обязательно. Они очень о многом говорят. В них заложено много информации, которой в принципе хватает для принятия торгового решения. Ну и в завершение я хочу объяснить, что я говорил о голове этого парня, который нарисовал вот такую картинку. Сейчас покажу свой терминал. Это реальная сделка. В данный момент вот она идет. Вот здесь я купил. Здесь стоп-лосс. Здесь закрытие двух частей. Это и профит стоит там. Как видите, у меня на терминале здесь абсолютно все пусто. Есть только ценовые уровни и индикатор горизонтальных объемов. Больше ничего не надо. Так вот, из этой вот всей картинки, да, только из уровней, которые я нарисовал, и индикатора объемов, чтобы сложить пазл, чтобы я принял торговое решение о входе вот в этом месте в сделку, мне нужно сложить 6 или 7 составляющих. Только на основе вот такого практически пустого графика. Вот. А здесь и какие-то уровни, и трендовые, и осцилляторы, и индикаторы такие, и осцилляторы другие. То есть, вот мне нужно 7 составляющих, чтобы их обдумать и войти в сделку, да? А здесь сколько их должно? 70. Ну, ты пока думаешь, каждый обдумываешь, с каждой стороны должен там правильные обдумать. Что говорит там, допустим, тебе вот осциллятор, потом говорит индикатор, потом говорит еще один, потом говорят какие-то полосы здесь, да? Вот так, это у нас акция Мечил, да? Давайте посмотрим, что у нас, что у нас говорят вот эти индикаторы и осцилляторы. Вот акция Мечил, вот тот график, которым пользуюсь я. Вот один индикатор, и все. Так вот здесь, осцилляторы, да? Индекс относительной силы, стахастик, моментум всякий. Здесь вот скользящие средние, да? И индекс относительной силы не знает, куда ей пойдет цена. Стахастик тоже не знает. Индекс товарного канала говорит покупать. Не знает, не знает, покупать. Уровень Мак продавать, нейтрально, покупать нейтрально. Следующее, продавать, продавать, продавать. Покупать, покупать нейтрально, продавать, покупать. Так что делать? Как вот эти вот все индикаторы просчитать, куда все-таки покупать? Или все-таки здесь продавать вот здесь? Ну и какой из этого вывод? Чем проще у вас на терминале график, чем меньше на нем нарисовано всякой вот такой билиберды, тем намного проще принимать торговые решения. Всем удачи, побудного тренда. До скорых встреч.